Впрочем, кажется, он не собирался причинять мне вреда, а наоборот спас меня. Сбоку к нему подошел Капитамников и строго взглянул на меня. Талами. — Ты еще жив? — ухмыльнулся Капитан. — Вы достигли своей цели, молодой человек? — задал параллельный вопрос друид. — И что им ответить? — Джон Лорди и Вудс Роджерс подошли, и теперь четверо довольно незаурядных людей стояло передо мной. И у меня родились кое-какие мысли на их счет. Оказалось, что друид по имени Гипдар и капитан наемников, представившийся как Шрам, следовали за мной по пятам в надежде узнать, где находится Кристалл. Но узнав, что он попал в руки могущественной волшебницы, утратили надежду добыть его. Гипдар чувствовал, что Кристалл все еще находится на острове, но с каждой минутой волшебная сила, которую он мог пользоваться, отдалялась от него. Шрам тоже расстался со своей мечтой завладеть Кристаллом и теперь превратился в обычного сухопутного человека без корабля и без команды. Джон Лорди не собирался возвращаться на службу к Марии, поскольку она осталась без корабля, которым он так дорожил. А Вудс Роджерс тасковал по морю, и это было видно по его взгляду, когда он смотрел в сторону порта. Глядя на этих людей, у которых больше не было заветных целей, я решил предложить им другую жизнь. Жизнь, в которой они смогли бы найти себе новое применение, обеспечить себя и помочь мне. Как ни странно, собравшаяся четверка охотно согласилась на мое предложение, и первой нашей целью был захват корабля-потрошителя. Мы сорвали огромный поясной ремень с мертвого гиганта и отправились прямиком на корабль. В порту мы сели в один из баркасов, на которых прибыла его команда и он сам. Пока мы плыли, я попросил Гибдера показать небольшой красочный фокус, который напугал бы ту часть команды, что осталась на корабле. Перед нами на якоре стоял сам Веселов Флэш, пугая своим загробным видом и источая трупный смрад. Мы подплыли к борту, украшенному человеческими телами, и без всяких расспросов нам скинули крюки и подняли на палубу. Едва мы оказались на борту, посок Гибдера вспыхнул голубым свечением, и на его конце появился небольшой шар измерцающих молний, сопровождающийся негромким треском. Бросив на палубу ремень Германа, я заявил, что их капитан мертв. Реакция команды меня попросту удивила. Все они хором издали торжествующий клич. Видимо, были рады его смерти. Оказалось, что их ныне покойный капитан угнетал всю команду и собирался отправить их под трибунал по окончании погони за Марией. Трибунал у Германа означал немедленную смерть, и команда радовалась, что теперь они свободны. В трюмах мы обнаружили множество сундуков с награбленным за долгие годы плавания золотом. Там также были вещи, одежда и другие богатства. Очень своевременная находка. Обеспечив себя таким образом, мы отправились на Кубу. Там шрам показал нам гавань, о которой знали лишь немногие пираты. Выплатив жалование спасенной команде, мы распустили ее и приготовились набрать новую. Корабль нужно было очистить от его нынешних, так сказать, украшений и хоть как-то перебить запах мертвичины, а заодно избавиться от трупных червей, которыми кишел корабль. Денег нам хватило, чтобы купить себе жилье в ближайшем городке. Гибдор оперативно открыл лавку и занялся продажей разных целебных трав, а остальные посвятили все время строительству нового корабля, которому не будет равных в скорости и мощности. У каждого из нас были разные мысли о том, каким должно было быть это судно, но когда мы наконец пришли к общему мнению, оказалось, что нам не хватало средств для его строительства. Нам оставалось только одно — пиратство. Набрав бравую команду на Vessel of Flesh, мы грабили различные суда и доставали со дна все ценное. Свободное время я проводил в своей новой комнате, пытаясь забыть Марию. Мое одиночество и тоску пыталось скрасить множество блудниц, которых я находил в городских тавернах. Но все было напрасно. Она глубоко засела внутри меня, и выдирать ее образ из памяти было невыносимо больно. Ром мне тоже не помогал. В довершение ко всему постоянно напоминала о себе боль в боку. Гибдор, осмотрев меня, сказал, что у меня были сломаны ребра, но они уже практически срослись, и все должно пройти в ближайшее время. Для скорейшей поправки он накормил меня своими лечебными травами, и мое состояние заметно улучшилось. Тем временем Вудс Роджерс написал мне короткую историю, где поведал, как он смог приручить диких зверей на острове, и как он вообще попал туда. Когда истек срок договора с волшебницей, пребывание на корабле стало невыносимым, и как только последний человек из команды сиганул за борт, я, не сдержавшись, последовал их примеру. Знаю, капитан должен покидать корабль только последним, но на тебе, Леонард, не было проклятия, да и корабль не тонул. После того, как я погрузился в воду, на меня нахлынуло чувство небывалой свободы после двадцати лет заточения на судне. Я был готов плыть куда угодно, и даже погибнуть в открытой воде, лишь бы больше не возвращаться на борт. Плыли мы долго. Многие погибли. Кого-то съели акулы, кто-то просто устал плыть и захлебнулся, кто-то выбрал неверное направление. Одним словом, мало кто добрался до берега. Но мне повезло. Я доплыл до порта невредимым. В городе многих схватили наемники торговцев и посадили их гнить в тюрьмах. Я же поселился в том сарае, где мы встретились, и начал помогать одному рыбаку. Однажды я отправился в лес и в какой-то момент услышал легкий скулеж, доносившийся из кустов. Подойдя ближе, я увидел взрослого щенка, который попал в капкан. Я подлечил дикого зверя, и он проникся ко мне доверием. Я отпустил его в лес, но еще много раз наведывался он ко мне. Однажды привел целое семейство, и мне пришлось поделиться с ним последним, что у меня было. Но, как видите, они вернули долг. Мне будет не хватать этих зверей. Шли дни, которые превращались в недели и месяцы. Я часто наведывался в доке, где строился наш новый корабль. Джон Лорди буквально жил этим строительством и все время проводил там, благодаря чему работы продвигались достаточно быстро. Однажды я пришел к нему со своей сумкой, в которой лежала моя табличка с названием погибшего корабля. Я достал ее, чтобы показать Джону Лорди, и из сумки выпал кусок каких-то бус. Подобрав их, он сказал, что знает, в каких местах плетут подобное. Но откуда они появились в моей сумке? Множество версий пронеслось в моей голове, но ответ пришел достаточно быстро. Волшебница. Она решила отплатить мне за мою работу и подбросила подсказку, где нужно искать. Меня сразу захватил знакомый ажиотаж, который подталкивал меня скорее возобновить поиски картины. Я ведь почти потерял надежду ее отыскать. А тут хоть какая-то зацепка. Наконец, корабль был готов. Ему пришлось дать другое название, но я этому не сильно противился, поскольку думал, что старое название могло притянуть былые неудачи, чего мне всеми силами хотелось бы избежать. Теперь корабль носил название Black Sequel. И в скором времени готовился встать на воду. Судно имело устрашающий и в то же время грациозный вид. Трехмачтовый барк был покрашен в черный цвет и даже паруса были черными. Мистер Лорди также снарядил судно множеством замысловатых приспособлений, которые были бы эффективны в боях и во время шторма. Однажды ко мне забежал шрам и, заявив, что он хочет срочно что-то мне показать, повел меня в порт. Там он продемонстрировал специальное устройство, которое ему удалось раздобыть. Оно служило для более удобного погружения под воду и подъема со дна различных предметов. Я не стал вдаваться в подробности, где он его взял и на что выменял, поскольку все наши средства уходили на постройку корабля. Но я по достоинству оценил новое приобретение. У нас даже появилась возможность испытать его на деле. Мы отправились к месту крушения корабля и спустились на дно, пытаясь найти там что-нибудь ценное. Улов был не очень богатым, но для первого раза достаточным. Прошло еще немного времени. Пора было брать себя в руки и начинать готовиться к отплытию. Я все еще не знал, где место крушения нужного мне корабля, на котором находилась картина. Тысяча чертей. Я даже не знал, цела ли она еще. Но я должен был это выяснить. Первым делом мне следовало отправиться в порт, из которого, как я полагал, прибыла частица этих бус, и там выяснить курс интересующего меня торгового судна. Спустя еще неделю ожиданий наша Black Sequel была готова встать на воду. Я не мог сдержать эмоций. Спустя столько времени, побывав в стольких переделках и повидав столько смертей, я наконец-то был близок к заветному шедевру. Наконец настал момент грандиозного события. Спустившись по полозьям, судно ударилось о воду, поднимая вверх массу брызг. Вместе с командой, Шрамом, Мистером Роджерсом и Джоном Лорди, я поднялся на борт, и мы расправили паруса. Друид Гибдор тоже захотел отправиться с нами. Его заинтересовал рассказ о картине, и он решил взглянуть на заветное произведение. Он был не единственным, кто знал о готовящейся авантюре. Практически половина города была в курсе, и я прослыл в этих краях за чудака, мечтающего о сказке. Мистер Роджерс сперва скептически отнесся к моей затее, но после того, как узнал, что путь мне указала знакомая ему волшебница, обладающая реальной магической силой, он тоже поддержал меня. Спустя два дня плавания на новом судне мы добрались до места. Неподалеку от порт-рояла имелась неприметная гавань, где осуществлялась незаконная торговля, в том числе и людьми. Джон Лорди узнал это место. Здесь его и купили для работы на том азиатском корабле. Тут стояло судно наподобие того, которое потопило мою чайку. Нужно узнать курс, которым обычно ходят эти торговые корабли. Высадившись на берег, мы пробрались в здание на берегу и выкрали книгу, в которой фиксировались все торговые точки и маршруты. Неслыханное везение! Мы мигом отправились по первому курсу. Мистер Роджерс сразу же сориентировался на карте. Точка крушения корабля находилась неподалеку от острова, на котором обитал профессор со своими необычными творениями. Спустя столько времени я вернулся к началу своего пути. Я не мог найти себе место от восторга и предвкушения. Найдя место, где торговое судно затонуло, мы начали готовить устройство для погружения. Это было что-то наподобие колокола с круглыми стеклянными окнами по бокам и трубкой, по которой в случае необходимости подавался воздух. Конструкция крепилась цепями и была прилажена к якорной лебедке, на которой можно было поднимать и опускать ее. Сделав необходимое приготовление, мы со шрамом начали погружение. На дне лежал каркас корабля, вокруг которого плавали рыбы и росли водоросли. Солнце пробивалось сквозь воду и, проплывая над обломками, я еле заметил блеск от рамки, заваленной песком. Не может быть! Это она! Я не мог поверить своему счастью. Неужели объект моих поисков был практически у меня в руках? Опустившись ниже, я протянул руку в специальное отверстие в полу конструкции. Дотронувшись до рамки, я почувствовал одновременно восторг и умиротворение. Очистив ее от песка, я увидел, что это была та самая картина, которую я так долго искал. Шрам разделил этот волнующий и торжественный момент со мной, но я не замечал ничего. Я лишь устремил взгляд на оружие, которое было изображено на моей драгоценной находке. Потрясающий красоты клинок поражал своей необычностью. Он напоминал декоративное оружие и не предназначался для боя. Его рукоять, гарда и душка эфеса, судя по всему, были выполнены из резного золота, а замыкающая гайка, рукоять и само лезвие из стекла. И это удивляло и поражало меня больше всего. Картины в наше время писались только за большие деньги, и преимущественно это были портреты очень известных и богатых особ. И я никогда не встречал произведения, где было бы изображено одно лишь оружие. Тем не менее, красота его пленяла. От картины просто невозможно было оторвать глаз. Поднявшись из воды на борт корабля, я показал всем находку, и ни один из матросов не остался равнодушным к ее совершенству. Долгое время все не сводили с нее глаз, разглядывая детали. Сама картина была под стеклом и точь-в-точь, как в моих видениях. Оно было треснуто в нижнем углу. Сквозь трещину просочилась вода, немного намочив холст. Больше всего меня интересовал вопрос, придумал ли художник это оружие или и срисовал с оригинала, но я решил какое-то время не думать об этом. Мне было достаточно того, что картина теперь у меня. Мои долгие поиски окончены, а впереди, как мне казалось, меня ждет только удача. Я имел все основания гордиться собой, как вдруг, неподалеку над нами, раздалось шипение и громкий неожиданный хлопок. В следующий момент я осознал, что лежу на досках палубы. В глазах все поплыло, в ушах стоял писк. Передо мной лежали тела членов команды и все было в дыму. Я не понимал, что происходит, кто на нас напал и что им было нужно. Сквозь дым послышался механический скрежет и появилось нечто. Из дыма вышел железный цилиндр грязного медного цвета размером с бочку на длинных и тонких металлических ногах, из изгибов которых торчали спицы. Что это за конструкция? Единственное, что посетило мое мутное сознание. На вершине цилиндра имелась маленькая стеклышка, которая светилась зеленым цветом. Двигаясь вдоль палубы, механическое существо направляло его вниз, как будто что-то искало. Картина! Моя картина лежала плашмя на досках прямо передо мной. Механический цилиндр двигался на меня, и одно из своих тонких ног со стрием на конце наступил прямо в центр картины. Стекло хрустнуло под его ногой, и механизм с любопытством взглянул вниз. Мне не хотелось вновь расставаться с картиной, но сейчас я не мог ничего поделать. Оптимальным решением было затаиться. Из дыма появилось еще несколько подобных цилиндров, и мне показалось, что все они смотрели на картину. Я воспользовался моментом и сполз в люк в палубе, который был возле меня. Лежа в погребе, я практически не мог дышать. Дым имел специфический запах, и мое сознание покидало меня. Я не знал, что со мной будет, и найдут ли меня здесь, но я не мог ничего поделать. Мои глаза закрылись сами собой. Глава двенадцатая Железный остров Как хорошо и приятно! Какой чудесный летний день! Все залито солнцем, повсюду растет ярко-зеленая трава. Ощущения были невероятными. Мне показалось, что вечер наступил внезапно, яркое солнце сменилось луной, а сверху все укрыло ночное звездное небо. После прогулки в парке мы с Марией оказались в постели, набираясь сил. Выспавшись и открыв глаза, я обнаружил, что вокруг меня было темно и немного душно, и лишь откуда-то пробивался спасительный прохладный воздух. Дернувшись, в страхе пытаясь понять, где я нахожусь, я вспомнил, что лежу в одном из погребов корабля и не знаю, что толком произошло. Тут же нахлынула знакомая боль в перемешку с отчаянием и осознанием того, что никакого счастья не предвидится. Но предаваться унынию было нельзя. Надо как можно скорее взять себя в руки. Судя по тому, что все тело затекло, нахожусь я здесь достаточно давно. Меня не нашли. Аккуратно подняв деревянную крышку и выглянув сквозь небольшую щель, я оценил обстановку. Вокруг было спокойно, тихо и темно. Можно было предпринять попытку выбраться наружу. В темноте я разглядел мачты стоявших вокруг кораблей. Сверху над каждым из них горела лампа и сквозь красное стекло пробивался луч мутного света, слабо освещавший все вокруг. Было похоже, что в этом месте скапливались корабли после нападений. Помещение представляло собой крытый порт, в котором прятались все эти суда. Никого из команды на корабле не было. Видимо, всех забрали куда-то. Я до сих пор не мог поверить, что на нас напали какие-то странные аппараты. Не исключено, что мне просто померещилось, и этому найдется разумное объяснение. Несмотря на свое недоумение и легкий шок, я решил осмотреть корабль. Та часть судна, в котором находились раздобытые шрамом конструкции для погружения в воду, была вырвана вместе с досками палубы. Кажется, я начал понимать, что происходит. Хозяева конструкции решили забрать то, что принадлежало им по праву. Подойдя ближе к дыре в палубе и стараясь оценить урон, я услышал сверху странный звук. Из темноты что-то спускалось, издавая механический щелкающий звук. Затем раздался еще один звонкий щелчок, и это нечто зашагало поюту корабля. Не раздумывая, я тихо прыгнул в дыру от исчезнувшего подводного механизма и затаился там. Надо мной по палубе прошагал еще один механизм, напоминавший тех, которые напали на нас, но чем-то он отличался. Мне удалось разглядеть его, аккуратно выглянув из пробоины. Этот странный аппарат имел массу инструментов и металлический купол сверху. Что ему было нужно на моем корабле? Найдя заостренную доску, я осторожно постучал ею и тем самым привлек внимание механизма. Он направился к дыре в палубе, и это была его ошибка. Заостренная доска с трудом, но все же проткнула тонкое железо и сдав глухой скрежет. Механизм задергался, замотал тонкими металлическими ногами и непонятными инструментами, занявшими ему руки, а потом из его недр зазвучал какой-то сигнал. Повсюду сразу зажегся свет, а в стенах крытого помещения открылись какие-то люки, из которых что-то вылетало. Внутри у меня что-то щелкнуло, «О нет! Это были те механизмы, которые напали на нас. Оказавшись над моим кораблем, они поджали свои ноги и остались висеть в воздухе. Луч, пробивающийся через красное стекло, напоминавшее глаз, рыскал по палубе, стараясь найти причину тревоги. Кажется, это была охрана, поскольку сбоку из их тел выехало огнестрельное оружие, напоминающее дуло мушкета. Тот механический цилиндр, который я сломал, похоже, был каким-то работником. Он с грохотом завалился на бок. Охранники тут же заметили это и устремились в нашу сторону. Страх попасться им в руки заставил меня искать новое убежище. Режим, который спустил сюлда теперь уже сломанного работника, стал подыматься наверх. Я решил скрыться на нем и во весь дух побежал по палубе корабля, огибая и перепрыгивая все то, что попадалось мне на пути. Взлетев по лестнице на ют и пробежав мимо штурвала, я зацепился за поднимающиеся клещи. Они были уже достаточно высоко, как сверху что-то лязгнуло. Стражники начали палить по мне. Некоторые из них пустились в погоню. Клещи поднялись до потолка и стремительно направились по металлическим полозьям в сторону стены, туда, где находилась небольшая открытая дверца. Я на большой скорости въехал в проем, пошатнувшись от мощного потока воздуха. Еле удержавшись, я обернулся назад и увидел силуэты механических охранников, перед которыми закрылись дверцы. Пронесло, но надолго ли? Я не знал, куда меня несло, но впереди показался слабый свет. Там могло быть что угодно, поэтому было одинаково непродуктивно, как тешить себя призрачными надеждами, так и думать о дальнейших неприятностях. Я решил отдаться в руки судьбы. Свет приближался, и вскоре показалось следующее помещение, в котором стояли в ряд механические работники, примерно дюжина. Они были обездвижены, казалось, в них нет жизни, в отличие от тех, которые гнались за мной. Клещи пронеслись над огромной металлической квадратной платформой, и я решил, что пора прыгать. Постаравшись сделать это тихо и аккуратно, я, тем не менее, приземлился достаточно жестко и едва не отшиб себе ноги. Клещи пронеслись над работниками и, зависнув над последним, опустились. Подняв его, они исчезли в проеме, из которого мы прибыли. Что это за место, черт его дери? Пробубнил я под нос. Убедившись, что тут нет стражей, я спустился с конструкции по маленькой металлической лестнице, расположенной сбоку. Сбоку в этой странной коробке имелась дверца. Из любопытства я открыл ее, но тут же отпрянул от обжигающего жара и с трудом закрыл обратно. От конструкции уходили огромные трубы, расставшие в стену и в потолок. Пока я оглядывался вокруг, из проема под потолком снова выехали клещи. В них были зажаты останки сломанного на палубе механизма. Проехав надо мной, клещи остановились чуть поодаль и, разжавшись, сбросили на пол кучу металлического мусора, в который превратился механизм. Затем за одной из стен послышался какой-то шум. Я решил затаиться и на сей раз не привлекать столько внимания. Внезапно стена разделилась надвое, образуя проход, из которого выехал очередной механизм. Казалось бы, пора к этому привыкнуть, но я снова не смог удержать удивление. Новый аппарат имел другую форму и, видимо, тоже предназначался для какой-то конкретной цели. Он выехал из дверей на небольшой тележке, а вместо рук у него были клещи с тремя зажимами. Судя по светлому цвету железа, этот аппарат был более новый, чем остальные, а может, за ним просто хорошо ухаживали. Подобрав останки сломанного механизма, он сложил их на поддон и начал заезжать обратно. Двери долгое время оставались открытыми. Это был шанс продвинуться дальше и узнать, где я нахожусь и что это за место. Возможно, мне удастся найти и свою команду. Медленно продвигаясь к двери, я старался разглядеть, что там за ней. Впереди меня ждал довольно темный туннель, в глубине которого что-то происходило. Раздвижные двери вновь замкнулись, но уже за моей спиной, заставив меня резко обернуться. Крадучись, я стал передвигаться по туннелю. До меня доносились пугающие звуки, скрежет железо, где-то недалеко мелькали ярко-голубые вспышки света. Что ждало меня там? Как бы то ни было, оставаться на месте нельзя. Рано или поздно меня здесь найдут. Надо выяснить, что там, и действовать, исходя из ситуации. И я решительно зашагал вперед. Место, в котором я оказался, напоминало мастерскую, где производились эти ужасные механизмы. Повсюду были разложены инструменты и детали отходячих цилиндров, а посередине стоял огромный стол, за которым сидел небольшой металлический человек, похожий на рыцаря в громоздких латах. Стол имел угловатую форму и состоял из множества поворачивающихся полок, а металлический человек был подключен к огромному аппарату, стоявшему у него за спиной, на котором крепились огромные металлические клещи, отдаленно напоминающие руки. Света там практически не было, и стоял запах ржавчины, резко ударявшей в нос. На стенах висели еле различимые чертежи различных конструкций. Медленно и незаметно проходя вдоль стены, я наткнулся на полку с книгами. Я задержался, пытаясь рассмотреть, что это за литература, и внезапно перед моим носом пролетела одна из огромных металлических рук, и воткнулась в плотно стоявшие в полке книги. Затем, видимо, выбрав нужную, она вытащила ее и пронесла к столу. Соседняя книга при этом выпала. Железный человек принялся читать, перелистывая страницы огромными клешнеобразными руками. На кожаной обложке выпавшей книги я прочитал название «Железный остров», подобрав ее и пролистав несколько иссушенных временем пожелтевших страниц, я увидел большое количество картинок и чертежей, которым сопутствовало немного текста и письменные пометы от руки. Металлический человек меня не замечал, и я решил затаиться в каком-нибудь светлом месте, чтобы прочесть мою находку. Возможно, из этих записей я узнаю, где нахожусь и где остальные члены команды. У одной из стен стояло несколько отодвинутых шкафов, за которыми я мог спрятаться, и там же под потолком имелся источник света, которого хватало, чтобы прочесть записи. Прислонившись спиной к металлической стене, я почувствовал сквозь рубашку и тонкую жилетку ее холод, даже несмотря на то, что воздух в этой мастерской был теплым. Я открыл титульную страницу. Она повторяла надпись на обложке, но над ней также было имя Даниэль Хорнсби. Это означало, что данное место рукотворно. Перевернув страницу, я наткнулся на изображение города, представляющего собой длинные многоярусные трубы, растущие вверх с множеством сложных переплетений и небольших куполов разных заостренных форм, отличавшихся друг от друга. Посередине возвышалась башня с овальным помещением на вершине. Оно было как будто насажено на верхушку. И, по всей видимости, оно было жилым, поскольку там имелись небольшие окна. На следующей странице начинался текст, написанный от руки. К счастью, почерк был предельно понятным и значительно упрощал восприятие. Мое имя Даниэль Хорнсби. С детства меня привлекали различные механизмы, и вместо того, чтобы играть с другими детьми, я построил себе небольшую мастерскую, в которой стал мастерить себе далеко не детские игрушки. Кто-то не понимал меня, а кто-то наоборот восхищался моими изобретениями, постепенно заполнявшими мою мастерскую. К пятнадцати годам мне нужно было место куда более просторное, чем мой сарай. Собрав себе несколько железных помощников, я спроектировал железный город, в котором вместо людей должны были жить только мои конструкции и изобретения. Несколько лет понадобилось для того, чтобы найти в море место, куда редко заплывают корабли, и подготовить фундамент города под водой, но мои помощники прекрасно с этим справились. Вначале город состоял из одной только центральной башни, но вскоре он значительно разросся, а башня поднялась на несколько уровней. Большинство моих помощников я вживил механизмы с простейшим интеллектом для того, чтобы они смогли помогать мне. В башне я посадил огромную машину, контролирующую разум всех механизмов. Дальше шло описание каких-то процессов, формулы и прочие технические подробности. Я так увлекся изучением книги, что даже вздрогнул, когда над головой снова что-то звякнуло. Это была огромная длинная клешня металлического человека, которая взяла какие-то детали из железного подноса, стоявшего на полках. Я вздохнул. На этот раз пронесло. Он меня не заметил, хотя возможно ему просто не было никакого дела до того, что происходит вокруг и кто находится у него в мастерской. Поскольку мы друг друга не беспокоили, я продолжил листать страницы с описанием железного города, пока не наткнулся на чертеж помещения, в котором находился. Я не ошибся. Это действительно была мастерская. Позади железного человека был изображен небольшой проход, помеченный номером. Я открыл страницу с этим номером и увидел еще один чертеж. Это было помещение с надписью «Тюрьма». Нужно проверить это место и выяснить, не там ли находится моя команда. Но перед этим нужно как-то преодолеть пространство мастерской и миновать железного человека. Благо в мастерской было полно хлама. Больших деталей и полок, отодвинутых от стен, за которые я мог относительно незаметно перемещаться. Я отправился в путь, медленно наступая на железный пол. Аккуратно проходя мимо полок, за которым меня не должно было быть видно, я наткнулся на разлитое пятно и попытался его перепрыгнуть. Вышло небрежно, и я оказался на открытом пространстве, чем естественно сразу привлек внимание железного человека. Плавно повернув голову, он устремил на меня холодный, пустой и безжизненный взор, но больше никак не реагировал. Настороженно, не сводя с него глаз, я двигался к стене и уже видел воздушный канал под потолком и полку, по которой можно было забраться. Железный человек отвернулся и потерял ко мне интерес, продолжив заниматься своим делом. Не стоило больше искушать судьбу. В дальнейшем следовало действовать аккуратнее. Пробравшись по воздушному каналу, так он назывался в книге, я уперся в решетку, сквозь которую мало что было видно. Взявшись за нее, чтобы проверить, крепко ли она сидит, я чуть надавил. Решетка поддалась и с характерным скрипом поднялась кверху. Теперь я мог попасть в следующее помещение. Было немного неприятно прыгать в темноту, плохо ощущалось пространство, но, к счастью, пол оказался ближе, чем я полагал. Из другого конца помещения разливался слабый свет, пробивавшийся сквозь решетки, к одной из них, очевидно, отреагировав на шум, подошел какой-то человек. «Кто здесь?» спросил мужской голос. Не зная, что сказать, я молчал и медленно подходил к решетке. Тот, кто находился за ней, удивился. «Человек? Но как? Откуда?» продолжал удивляться он. «Кто вы?» Сматриваясь в силуэт, спросил я и стал подходить поближе, чтобы рассмотреть его. «Нет!» Последнее, что я услышал. Перед глазами вспыхнул свет, все тело начало трясти. Казалось, что в меня одновременно вонзились тысячи иголок. В глазах потемнело. «Осторожнее, Леонард! Ты еще не закончил свое путешествие!» Голос волшебницы эхом доносился из глубины. Я с трудом открыл глаза. Все тело жутко ломило, а на руке был небольшой ожог. Зашевелившись, я начал медленно подниматься. «Вы в порядке?» вновь раздался голос из-за решетки. «Не успел предупредить вас о защите». «Всюду какая-то защита, дьявол ее раздери», кряхтел я, пытаясь встать. — Мне пришлось бы потратить вечность, чтобы объяснить вам, что произошло и как это работает. — Поэтому просто попрошу больше не трогать решетку, — сказал заточенный. — Не буду. Но все же повторю вопрос. Кто вы? — Где нахожусь, я уже выяснил из этой книги. Я поднял ее кверху и показал заточенному. Прищурившись, он взглянул на мою находку. — А, собственно говоря, я автор этих записей и того места, о котором в них идет речь. Меня несколько удивило услышанное. — Почему же вы за решеткой? — задал я закономерный вопрос. — Ну, если вы читали эту книгу, — он указал на нее, — то с первых страниц вы должны были узнать, что в большинстве моих недавних помощников был простейший разум, который контролировался другим механизмом. Я бы даже сказал, что теперь это некая самостоятельная форма жизни. Именно из-за нее я сейчас нахожусь в заточении. Он развел руками, оглядев пространство. — То есть вы? — я заглянул на первую страницу, чтобы прочесть его имя. — Даниэль Хорнсби? — собственной персоной. Худощавый человек с темнорусыми взъерошенными волосами и в маленьких круглых очках был одет в белую рубашку и темную жилетку. На поясе у него был повязан засаленный фартук. Достаточно серьезный человек, но в его движениях читалась легкая суетливость и обеспокоенность. — Тогда вы должны знать, где находится моя команда. — Конечно. Все они в соседней камере, в специальных кофрах. — Они мертвы? — Нет. Мои механизмы не убивают людей, которых похищают, но тем, кто пробирается на остров, грозит куда более суровая кара. — Странно, что вы пока живы. Хотя меня еще больше удивляет, как вы вообще сюда попали. Вовремя затаился на корабле. Остальное дело техники. Конечно, охранники пытались меня убить. — Но как же мне теперь освободить мою команду? Это будет достаточно сложно осуществить, если вообще возможно. Но ведь вы же создали это место и должны знать, как отсюда выбраться. И вообще, мне кажется странным, что вы находитесь за решеткой. Я пленник собственного творения. И спроектировал это место так, чтобы отсюда нельзя было выбраться. Конечно, я не предполагал, что попаду сюда сам. Так что же все-таки произошло? Я решил выяснить все происшедшее подробнее, тем более, что тихая и спокойная обстановка это позволяла. Как я уже сказал, в железном городе существует машина, которая отвечает за практически все процессы, происходящие здесь. Она развелась до определенного уровня. И в один прекрасный момент восприняла меня как угрозу, посчитав, что я в любой момент могу разобрать ее или построить более совершенный механизм. И решила, что в производстве будущих механизмов она сможет обойтись без меня. Но она не убила меня, а всего лишь устранила, и даже до сих пор пользуется моими советами в производстве некоторых механизмов. Пользуется советами? То есть она понимает, что вы ей говорите? — Вполне. В его голосе чувствовалась гордость за свое творение, хотя и с нотками досады. Хотя, постойте, вдруг оживился он. — Передайте мне записи. Наклонившись, я положил книгу на пол и толкнул ее рукой так, чтобы она заехала под решетку. Даниэль подобрал ее и оживленно начал листать. Потом, как будто что-то вспомнив, он подбежал к небольшому столу, расположенному позади него, и схватил карандаш. Я могу объяснить вам, что нужно сделать, чтобы перезапустить механизм, и как до него добраться. Возможно, таким способом вы сможете освободить свою команду и меня. Мне не оставалось ничего иного, как согласиться. Даниэль начал делать записи и пометки в книге, объясняя мне, как добраться до главного механизма и не попасться стражником, пользуясь безопасными лазейками. Слушая его и стараясь запомнить все детали маршрута, я испытывал легкую тревогу и трепет от того, что мне предстоит увидеть столь необычный мыслящий механизм. Но путь до него все равно оставался опасным, и сам механизм тоже вряд ли встретит меня радушно. Также Даниэль объяснил мне, как добраться до склада, в который попадают все ценные вещи с кораблей. Вероятнее всего, там хранилась моя картина, и первым делом я должен был попасть именно туда. Забрав записи, я направился к небольшой двери, ведущей отсюда. Чтобы открыть ее, требовалось подать команду одному из механизмов, которые приносили еду пленникам. Даниэль решил побеспокоить их заранее, чтобы я смог незаметно проскочить в следующее помещение. Железная дверь отворилась. Из нее выехал механизм и, не замечая меня, направился к решеткам. — Давай! — резко и приглушенно рявкнул мне Хорнсби. Дважды повторять не стоило, и я шмыгнул в дверь, которая тут же закрылась за моей спиной. Следующее помещение напоминало коридор. Звук шагов рассеивался по его железным стенам и отражался от овалообразного потолка. Преодолев это пространство, я вышел в следующее помещение, по бокам которого имелось две двери. За ними, судя по записям, находилась кухня, где готовили еду для пленников, а посередине, параллельно стене, была лестница, уводившая наверх к небольшой двери. Поднявшись по ней и повернув ручку странной формы, я открыл дверь. Позади меня из коридора раздался шум. Это возвращался охранник. Резко нырнув в образовавшийся дверной проем и аккуратно закрыв за собой дверь, я зажмурился от яркого солнца. Мне открылся вид на раскинувшееся до горизонта море. Повсюду летали чайки. Сбоку от двери висели прохудившиеся трубы, и откуда-то сверху хлестала вода. Поток был достаточно сильным, и пробираться сквозь него было опасно. Он мог сбить меня. Я заметил, что вода размыла один из металлических листов в обшивке стены. Оторвав его снизу, как кору гнилого дерева, я поднял его над собой и получился навес, под которым мне удалось пройти, минуя бурный поток, падавший сверху воды. Записи вели меня дальше, к строившейся части города. Там всегда полно рабочих механизмов, которые, заметив приближение незнакомца, могли забить тревогу. Если попадусь им, меня могут расстрелять или, как минимум, отправить в тюрьму, в компанию к Хорнсби. Идя в нужном направлении, я наткнулся на очередную лестницу и поднялся по ней на приличную высоту, где мне открылся вид на строившуюся часть города. Ничего более невероятного я еще не встречал. Увиденное напоминало огромный муравейник. Сюда было полно огромных металлических лебедок, переносивших строительные материалы и цилиндры. Механизмы прилаживали их к растущим из воды зданиям в виде труб. Работа кипела бурная, и затеряться в этой суете было достаточно легко. Тем более, что по одной стороне лежало полно хлама и железных листов, поставленных к стенам под наклоном. Я не без усилий заскользил по этому треугольному проходу. Мне часто попадались открытые участки. Требовалась немалая ловкость, чтобы их проскочить. Мой путь лежал наверх, и с каждым разом я поднимался все выше и выше, пока не уткнулся в тупик. Резко остановившись, я взглянул вниз. Под ногами была пустота. Далеко внизу мельчайшей рябью сверкала вода. Взгляд нервно рыскал по сторонам, в надежде найти какой-нибудь спасительный лаз. И тут ко мне приблизилась одна из лебедок, которая ездила по специальным полозьям, расположенным внизу вдоль периметра железных зданий. Лебедка переносила несколько бочек на небольшой площадке. Быстро осмотрев все вокруг и еще раз убедившись, что меня никто не видит, я прыгнул на проносившуюся мимо лебедку и затаился между бочек. Обернувшись назад, я увидел, что железные листы, служившие мне прикрытием, теперь переносились другим механизмом. «Останься я там чуть дольше, меня бы раскрыли». Но теперь было интересно, куда двигалось это. Быстро открыв записи, я ознакомился с дальнейшей частью пути. Подъемный механизм. И сразу увидел его чуть ниже. К нему-то и направлялась эта лебедка. Механизм представлял собой небольшую площадку, которая крепилась перпендикулярно стене на небольших полозьях. Лебедка подставила мой поддон с бочками на площадку, после чего ее захваты разжались. Сбоку находился один из цилиндрических аппаратов, только он был гораздо меньше остальных и, кажется, без глаз и ушей, что сильно облегчало ситуацию. Из него горизонтально торчал рычаг. И рядом было две стрелки, указывающие вниз и наверх. В записях было сказано, что мне нужно подняться на два яруса выше. Подойдя к аппарату, я отдернул рычаг кверху. Механизм заторохтел. Через его приоткрытый корпус проглядывалось множество шестерней, которые медленно начали вращаться. Они были соединены с большими шестернями возле стены. Площадка пришла в движение и начала подыматься кверху. Я уже привык к постоянному чувству удивления, но время от времени все равно внутренне замирал от необычности происходящего. Площадка разогналась и мчалась уже довольно быстро, так что я захлебывался ветром. Тут удивление сменилось тревогой и легким страхом высоты. Хотелось посмотреть вниз, но меня занесло в небольшую трубу, и из этого вертикального туннеля ничего не было видно. Сбоку мелькали небольшие окошки, из-за которых скорость ощущалась еще сильнее. Через мгновение скорость начала снижаться. Я судорожно листал записи, чтобы понять, куда двигаться после того, как остановится механизм. Но в темноте передо мной мелькали лишь размытые силуэты рисунков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok